ПРЫЖКИ В ДЛИНУ 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 Попадался в прошлой серии буквально, но я не пробивал ограничитель ему. То есть это был бы экстра балл еще вот сейчас. Надо было его зафризить. Зачем ты его выкинул? А он никак через F2 это. Я его через F2 как раз в Китае оставил, но ты сел в машину, поэтому она полетела вниз. Ну, когда F2 отпускаешь, она воздухе же зависает, тогда фризишь. Да, прозрачная, да. Не-не-не, F2 отпускаешь, пока ты газ не нажмешь, машина висит у нас. Так я и вышел, а ты сел в машине, поэтому она и полетела вниз. Короче, ладно, я ее зафризил. Так, ребят, прыжок хороший, в общем-то раньше, ну он вроде долетал, да? Он хороший все-таки, Астон Мартин, один из самых быстрых. Кто-то его Виктором называет. Может и реально Витек, кто его знает. Третий раунд, ребят. Начало прям интересное. Пока что рандом мне особо ничего прям прикольного не выдал, кроме автобуса, обобуса, зенитной установки. Супры. Так, у тебя Taycan неплохой как минимум. Супр, че? 175, а первая тачка, че? Самое интересное, что Porsche Taycan вторая тачка, которая была в прошлой серии. Рандом че-то как-то этот работает через... Не то место такое ощущение. Так, ладно. О, нифига, мое почтение. Типа 2000 даже Лексу разогнал. 2000, да, смотри, мы прям с тобой одинаково летим. Ну, у Taycan, она типа 270, 280 под капотом. Я выше или ты не лезешь? 340 у него под капотом. А, ну ты по длине как будто летишь. Я немножко по дуге. Ну, короче, да, прям разница метров 15. Вопрос в приземлении, короче. Вопрос в рикошете даже больше. Я этот рикошет сейчас просто сруб, такое ощущение. Я дерево, я дерево поймал. Да ладно тебе, смотри, где мы. С тобой оба дерева поймали. Ну, если тормозить, то да, я чуть выше. Вот буквально, то есть ты врезался вот в это буквально дерево, а я врезался вот в это дерево. То есть тут разница буквально метров 10. Кстати, у меня тачка загорелась, прям заполыхалась. Ну, короче, ребят, я знал, что Porsche тяжелый. А вот Lexus для меня, если честно, откровение. Потому что я не знал, что он летающий. Поэтому, ну, окей. Что ж, когда попадаются вот такие серые лошадки, всегда интересно. Вот, допустим, Ванек Lexus узнал. Я, если честно, вообще не признал. Я даже не знаю, что это Lexus такое. Ну, удивил, удивил. Так, у тебя Porsche Batman и Jaguar. Так, у меня, кстати, возможно, СЛС-ка хорошая. Если это та, но вопросов больше, чем ответов. Поэтому не факт. Так, ну, МК-1 робит вот этот я брать не буду. Ограничитель, не знаю, есть или нет. Сейчас поедем, если, короче, разгон. О, вау, вау, вау. Я вообще, это косяченный СЛС, я понял, не придется его. Да. Либо переспаунить, я вообще доеду. Ну, у меня, в короче, упало только. А, ну, у меня косячная тачка, ребята. Предлагаю ее переспаунить, она неинтересная. Поэтому, ребята, тупо первая попавшаяся тачка из рандома, которая попадется, на ней поедем. Ого. Вот это неплохо. Тут даже нитро ставить придется. Это Драгстер. Все-таки, ребята, мы приходим сюда, чтобы смотреть на хорошие скорости. Поэтому предлагаю прямо такие откровенные тачки, которые просто бьются и даже не набирают скорость. Просто переспаунивать. Слушай, а так-то нифига себе, 2530, что ли, я видел. Ребята, можете поправить меня в комментариях. Серьезно? Да. Этот, этот, 03, помнишь, Драгстер? Я не помню, как называется правильно. Прикольно, прикольно. Своебразный. Слушай, а я даже лечу, наверное, чуть лучше, чем Астон Мартин, но не факт. Плохо, что он серый. Я его на горизонте не вижу. Ну, не, мне кажется, ниже. Вот она гора, примерно вот на этом уровне это был. Вот ты над островами был, а я... Да, я над островами был, да. Нет, ты лучшим, ты лучшим. Вот он, вот он, вот он, ребята, Астон Мартин. Ну, разница небольшая, может быть, сколько там, ну, метров 200, но, тем не менее, 200 метров. Это экстрабал, как говорится, не меняет. Вот моя тачка, вот твоя, даже выше, наверное, метров 300. Окей, неплохой трактор, ребята, балл за мной, да. А ты где упал вообще, что по скорости было, расскажи нам. На эстакаде, да, 1200 было примерно. Ну, я понял, да. По баллам у нас БВА Ничья 2-2, пятый раунд. Экстрабал, конечно, забрался у нас неплохо. Так. Так, кстати, между прочим, экстрабал там мы сейчас еще попробуем побить. У тебя Канканыч и Кобра, что ли? Или Стингер? Да, и Кобра. Так, ну... Канканыч. У меня даже, если не тот товарищ, все равно я буду брать его. Единственное, нитро надо, ребята, обязательно поставить. Так, ребзя, мы готовы. Ну, в принципе, у тебя ничем не выдающиеся этот багги. Он, конечно, прикольный для езды, но... Все. Ну, это чиповка, потому что у нас 200 процентов. Но 1800 даже многовато, я думаю, слушай. Ну, я тебе виноват, да, 1200 обычно. Ну, короче, новый экстрабал. 2000 почти 500 с копейками было. Я мало того, что выпрыгнул, я ударился и лечу, получается, вверх немножко. Понятно. И давайте... Ну, а я здесь, короче, в принципе, приехал. Я где-то около... Все упал около рублевочки. Неплохо, б сказал даже. Так, рублевка это хорошо. Давайте я заврежу тачку. Я просто визуально искал, где находятся предыдущие наши. А, во! Короче, ну, это солидно. Это даже выше, наверное, чем в прошлом раунде. Твой был, получается, стимулированный, чем моя машина. Тут раза в два, наверное, еще выше. Ну, да. Ребята, Скудерия, как говорится, Сталинка 2003 года могет. Хотя это страдали. Но есть такая же Скудерия. В принципе, мне кажется, вообще одна и та же машина. Просто название поменяли. Немножко видно. Странно максимально. Наверное. Не, ну, что я могу сказать. Боевая середина. На самом деле, серия очень интересная. То есть, три тачки из дропа долетели до палетов. В прошлый раз вообще ни одной на палетах не было. Поэтому, как бы... Это хорошо. У меня две. Так, у тебя Ауди очень хорошо должна быть. Так, Порш и лангованная Бэха. Это, да. Так, я пока нитры поставлю. Да, давай. Так, М4 медленная. Неинтересная. Порш, кстати, под капотом, да, почти две сотни. Но я, наверное, возьму вот эту тачку. Она, конечно, ребята, медленная. Но она по наказу должна ехать. Так, ладно, ребят, мы готовы. В общем-то, давай, езжай. У меня тут проблемы с тачкой. Я, наверное, даже вот так вот сделаю. Давай. Давайте я вам покажу сцепление, наверное, да? Побольше накручу. Надеюсь, поможет. Короче, жопу у нее крутит. Ну да, сцепление немножко. Да нет, немножко. Чего у тебя там было, рассказывай. Я вообще, приду, не приду, не знаю даже. Ну, 2300 вроде было примерно. Или 2400 было. Ну, или что? Палета. Палета на 2400? А, ну, хотя... Блин, я не могу разогнать скорость. Ее просто выкидывают с дороги. Это, ребят, нарушенная центровка. Здесь, на самом деле, от мета ни хрена не зависит. Я вот сейчас даже не газую, чтобы вы понимали. Ай, короче, она не прыгнет, ребята. Она не прыгнет в переспауне. На скорости в 1200-1400 просто начинает крутиться жопа. Даже сцепление не помогло. А первая попавшаяся тачка, все по чистоку. Это Чит Форд. Конечно, ограничитель 1400. Но, ребята, он не прыгнет. Давайте я с такой скоростью прыгну. Ну, да, я до Палета точно не долечу. Конечно, со скоростью 1400 он летит чуть дальше в магистрали, на больничку. То есть так, даже если он 2000 бы разогнал, он был бы где-то на обсерватории. Ну, короче, четыре, ребята, старенькие вот эти, те были кривые. Они особо не летают, поэтому понятно. А ты поставил на VX-Ray балл или нет? Вот что, вопрос? Нет, нет. Просто в поле тут. А, я вижу, да. Вот тут, ребята, возле, получается, лесопилочки где-то неподалеку. Окей, отличный прыжок. Седьмой раунд. Боевая ничья по баллам. Ну, конкуренция хорошая, и тачки тоже отличные в рубрике. Так, что будет у меня? Кабанчик уже неплохой. Так, 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 поехали. Так, это Валькирия вроде. Может, китайская, конечно, но не суть. Да, и Гроза Висла. Алло. А, бывает? Висла, господи. Да, бывает. Так, 234 и 250. Я буду брать, конечно, ребята, кабанчики. Кабанчик молодец. У тебя интересная акула. Она реально неплохая, но она тяжелая. И Таункар тоже хороший. Так, окей, ребят, Нитра я поставил. И самое интересное, когда мы раньше прыгали на баллонах Нитра, то такой проблемой, то, что тачки даже разносят, было не... Ну, не так часто она встречалась. Сейчас, конечно, с ускорением 200. Все косяки тачек наружу сразу. 1800 почти. Это серьезно. Да, хотя под капотом 160, прикинь. Ну, это Таункар, как я и говорил. Или Кран Виктория, что-то типа того. Они похожи максимально. Таункар, да. Так, окей, окей. Мерсик, хоть и 250 под капотом, тяжеловат оказался. Не думаю, что предыдущая тачка была бы лучше, которая с ней вместе упала. Но, как бы, все равно достойно. Вот они так далеко, я так понимаю. Ну, да. Чуть дальше, ребята, обсерватории. Буквально, ну, метров тут нормально, если по горе смотреть, конечно. Ну, да. Восьмой раунд, ребята. На самом деле, очень напряженочка такая интересная идет. Потому что пока что меня спасает только экстрабал. Роджеровер косячный, мы его не учитываем, кривой косой весь. Опять Гелик. И, кстати, что ты такое? О, так, первая. А, это Маслурат, это не то. 202 у Гелика. Фига, у меня 222 и 228, прикинь. Так, один Порш, значит. А, нет. Ага, ну, это хорошо. У меня, типа, у Гелика 202. Маслурат вообще не быстрый. Блин, это он, не он? Блин, это он вроде. Ребята, буду рисковать. Так, окей, ребят. Я, конечно, могу ошибаться. Но вроде в высоту эта тачка летала очень хорошо. Я очень надеюсь, что это она. Да, проверим, посмотрим. 2300 почти, да. Несмотря на то, что под капотом-то вообще ничего не было. Блин, ну, прикинь, 2000. Ну, да. Вот этот Маслурат, он вообще, он, как бы, он один такой у нас. И, блин, хорошо, что я его взял. У Гелика было 202, но Гелик, ребята, опять-таки, не полетел бы дома. Да и плюс его бы, наверное, разносило. Как предупреждать еще тачку. Ну, слушай, я лечу в каньон где-то. Вот так вот. Ну, я лечу после Вайн Вуда. А, ты даже не далеко до циркушки? Не особо, да, не особо. Так, ну, Маслурат, ребята, молодец. Раритетная вот такая интересная тачка. Хороший прыжок. Ты вон там где-то был. Вот тут, ребята, я заметил. Мельком, как ты уже оттуда тропаешь. Да, это да. Поэтому окей. Девятый раунд. И опять боевая ничья. Прям все держится только на экстрабаре. Гелик чит, ребята, мой. Хома интересная машина, но не полетит. Кстати, баки же мы считали, да. Баки мы считали. А это... Это брос какой-то. Что за брос? Это стандартный, нет? А, нет, это Хонда, это считается. На самом деле, вот этот Мерседес прям пушка, который у меня упал. Так, Хома убрать не буду. Конечно же, ребята, 65-й гелик. Ну, давай. Ну, сейчас максимально интересно будет, смогу ли я удержать вообще этот гелик. Синдром гелинга-то никто не отменял? Ну, поехали, посмотрим. Маун, конечно. Ну, у меня... 2350. Нет, 1200. Да. 1200? А, ну да. Да. Ну да. Что, ты знаешь, столько сегодня хороших тачек было за, получается, полторы штуки плюс, что я такой, в смысле, 1200, как так мало, типа. А по факту-то это же нормально. Нормально, да, абсолютно. В той серии таких было прям вагон. А, я лечу примерно, где у тебя тачка была за лесопилкой. Вот так вот прыжком. Хотя, ребята, раньше гелик не долет... Хотя долетал, да? На шоссе я упал, короче. Я прям туда же, где твоя тачка, немножко видел ее в стороне. Слушай, а гелик-то раньше долетал на поле, это до островов, как минимум. Да, он плохо долетал, но долетал. То есть, получается, 200-ая вот эта ускоряшка не заменяет второй баллон нитро. Вот такие приколы. Ну, своеобразненький, да, такая тема. Хотя, с другой стороны, скорость такая же. То есть, возможно, просто на новом серверке, ребята, немножко другая физика. Тут уже, конечно, как говорится, тема для размышлений, поэтому в комментариях можете написать, что по этому поводу думаете. А пока что балл за мной, мы идем дальше. Десятый раунд. Еще, ребята, буквально три остается, Коберджет. В целом, неплохо. Это прикольно. Так. Так, подвисла игра тоже, как у тебя, и заспаунился. Это, кстати, то же самое, этот, Урус, не Урус, а Маканчик. Может быть, он лагает. Да, да, скорее всего, так и думаю. Так, ладно, ребят, мы готовы к Коберджету. Такой Мустанг против Феррари. Не помню, как называется, Монзо. Вроде Монзо. Вроде, да. Поехали. У тебя очень хорошая тачка тоже. У меня есть небольшая ускоряшка, но... Слушай, а у меня по максималке 1540 всего. У меня было 1500, но упало 1400, прикинь. Прикол вообще. Так, ну ты до меня вообще не долетаешь. У меня еще ускоряшка есть. Поэтому я сделаю дичь вот такую. Имею право полное. В другую сторону полетел? Не, нормально. Она, как ты знаешь, даже не колышнулась в сторону. Вот эта максимально странная. И бац. Ну, два квартала разница. Яков. Яков. Около ЛСК упал. Или Яков. Около ЛСК упал, да. Да, я вижу где-то. Предпоследний раунд. Уже 11-й, ребята. Опа-пап. Это, конечно, ребята, не Чичерон, но жирная тачка. Дант. На самом деле у меня... Прикол, а не тачки. Минивейн хороший. Вот эта фигня, конечно, такая себе. Но тут опять-таки Нитра надо ставить. Так, мы готовы, ребят. Все, погнали. Воу. Давай. Воу, успокойствие. Это Чичерон 17-го года, насколько я помню. Но он очень хороший по максималке. 2300 с копейками аж даже. Так, а я что-то, пожалуй, поставлю стыки на Ягуар. У него 1300 уперся, но скорость не упала. Поэтому любопытнее. Так, давай, давай. Я пока лечу. Ну, лечу неплохо. Это, конечно... Ну, как гелик, слушай. Да, как 65-й гелик мой. Примерно так же лечу. Примерно туда же. А будет даже интересно, сколько ты разгуешь. Слушай, а нет. Нет, а Bugatti, знаешь, она как будто легонькая. И у меня спидометр багует. Я чуть дальше лечу даже. А, нет. 1500. Небольшая разница, да. Короче, PDF, палет, рикошеты. Ну, где-то здесь примерно я и остался. Неплохой показатель, ребята. Какая тачка уже по счету, кстати. Напишите в комментариях, которая до сюда долетает. А ты по итогу, что, магистраль или Вайнвуд? Я, ну, где-то около Вайнвуда. Даже не долетаю его. Так, вижу. А, ну да. Главная наша трасса, где мы делаем, ребята. Испытание. Все, сметельные шарки. Ну, да. Финальный раунд, ребята. Последний. Самое интересное, что последние два раунда за мной принесут мне победу, скорее всего, сейчас. Так, у меня FXX. Хорошая батмобиль. Я удаляю, он косячный. В смысле, мигается, но он считается. Ни одной тачки, вот, просто перестали выпадать, которые хотя бы 200 были бы вот под капотом, понимаешь? А-а-а. Как начнется, так все, это вот, не знаю, прикол какой-то у меня. Жиза. Часто бывает, за здравие начинаешь, да, заканчиваешь, прям вообще по бороде идет все. Так. Да. А-а-а, дергается моя Феррари, но она хотя бы скорость набирает. 2400 почти, это что за Феррич? Ну, хороший Феррич. А-а-а. 1300 было. 1300, ну да. Вот я и говорю, короче, вроде пол серии хорошо-хорошо, а потом отводился рандом, и бывает такое очень часто. Но у меня сегодня неплохо. Были, конечно, пару машин. У тебя, да, у тебя прям очень хорошо. Ну, слушай, я сегодня на магистрале ни разу не был, да? А, нет, был в первом раунде на Гелике, остальные все раунды у меня, в принципе, отличные. А счет у нас, в общем, 8-4, плюс экстра баллы, ребята, тоже достанется мне, потому что чуть лучше оказалось. Скудерия, нифига себе, я прям на крышу лесопилки приземлился. Прикольно получилось. А, в общем-то, прыжки в длину. Очень заряженная серия, очень много прикольных тачек было, такое нечасто бывает. Поэтому, ребят, прожмите лайк, если понравилась, в общем-то, эта именно серия. Ну и всем спасибо за просмотр, пока-пока. Пока, ребят.